Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня в продолжении моей рубрики «Век живи, век учись» будет новое видео, оно называется «Все болезни идут от кишечника». Готовя материалы для моей лекции о голодании и очищении организма, о чем я обещал в моем предыдущем видео о плодах, я, изучая проблемы аутоиммунных заболеваний, понял, что вначале просто необходимо сделать видео о причинах аутоиммунных и прочих вторичных заболеваниях и синдроме дырявого кишечника. А потому будем считать и эту сегодняшнюю мою лекцию второй частью вступления к моей лекции о голодании, очищении организма и корректировке питания после выхода из голодания. О чем сейчас будет данная моя лекция? О проницаемости слизистых оболочек пищеварительной системы, о влиянии антибиотиков, антоцидов, биоцидов на слизистую кишечника. Что, кто и как пробивает бреши в обороне нашего кишечника? Что происходит в результате появления синдрома так называемого дырявого или протекающего или раздраженного кишечника? К чему это приводит и почему у каждого первого человека в наши дни есть такое состояние и как возможно наладить качественную работу кишечника, если вообще возможно? Веганы, лектины и дефицит питательных веществ, полезные микробы, как главные защитники нашего здоровья, как их уберечь и чем кормить? Гиппократ говорил, что все болезни возникают в кишечнике и отступают, если его вылечить. Гениально, просто и точно. Он был прав во всем. По меньшей мере, во многом точно. И современные научные данные говорят о том, что все, например, аутоиммунные заболевания от болезни крона, шегрена и райно до волчанки, рассеянного склероза и неспецифического язвенного колита вызываются изменениями в составе кишечной микрофлоры и взаимоотношениями вредных, патогенных и полезных симбиотических бактерий с подавлением первыми, вторых, у нас в кишечнике и не только в кишечнике, но и во всем ЖКТ, начиная от ротовой полости, а также и на коже. Одна из самых больших проблем здоровья в наши дни это синдром дырявого кишечника. В прошлом своем видео, почему мы не можем питаться только плодами, кишечника, биоциды, бактерии, я пояснял, как раундап и другие боевые отравляющие вещества, применяемые в современном промышленном сельском хозяйстве, влияют на микрофлору и слизистую кишечника. И как возникают повреждения в слизистой, и через нее в кровь проникают патогенные бактерии, вирусы и грибки, и не полностью переваренные компоненты, элементы пищи. В той же лекции я пояснял, почему питательная ценность плодов в наши дни так мала, как влияют химические препараты на флору нашего кишечника, почему промышленное животноводство опаснее промышленного растениеводства для здоровья человека. Откуда сейчас повальный дефицит витамина D? Я объяснял и про ОСБ, и фенолы. Я дал много ценной информации в том видео, но и теперь будет не меньше. Слушайте внимательно. Также хочу указать вам на то, что еще не так давно в лекции от 1 июля 2019 года, которая называлась «Сыроедение. Мифы и реалии. Польза и вред веганства. Аналитика», в которой я анализировал работу американского диетолога Брэнда Дэвис, я дал важную информацию взаимосвязи по воздействию и обезвреживанию так называемых антинутриентов. Я пояснил ошибки многих теоретиков, разоблачителей. Непременно посмотрите и ее. А помните, уважаемые зрители, кто постоянно смотрит мои лекции, из моих прошлых лекций, что высокомолекулярные, сложные, конечные белки, в первую очередь животные, перевариваются в ЖКТ не в полной мере, даже при помощи бактерий кишечника, частично проходят через защиту слизистой в кровь и поступают в ткани. И к чему это приводит в конечном счете? Вы уже, надеюсь, это знаете. А вот как они вообще туда проникают, тем более как теперь в наши дни в таких количествах? Главным образом, из-за прорехов слизистой кишечника, из-за воздействия антоцидов, антибиотиков, аспирина, противовоспалительных препаратов, биоцидов и уничтожения нашего родного биома кишечника этими и прочими препаратами. Так вот, растительные белки лектины также вызывают воспаление и иммунные ответы организма, о которых я рассказывал в нескольких последних моих видео, таких как кето-питание, соединительная ткань. Они тоже проникают через этот барьер, так как защиты слизистой дырявого кишечника у большинства людей, особенно горожан, нет, по крайней мере почти нет, она мала, слаба. Самые большие концентрации лектинов содержатся в пасленовых, в бобовых, а исключение чечевицы, там меньше всего из бобовых, и в злаках, и псевдозлаках исключение составляют сорга и пшено, там вовсе нет лектинов. В результате попадания в кровь высокомолекулярных белков и лектинов происходит то, что я подробный сотни раз пояснял, а именно реакция антигена-антитела, то есть иммунный ответ, поскольку любые цельные белки для нашего организма чужеродны, так как все белки, нужные для нашего организма, в нем же и образуются, то есть синтезируются из аминокислот. Этот процесс происходит в каждой клетке нашего организма, в органеллах, которые называются рибосомами. Этот процесс называется биосинтезом белка, изучается в школах и в институтах. Правда, именно так, как писал великий Пушкин, учились мы чему-нибудь и как-нибудь, потому почти никто не только не помнит ничего, что изучал, но и не понимал даже при изучении материала, не думал, как это вообще связано с едой, с жизнью. Изучали вроде бы как голую теорию, и чтобы только сдать экзамен. А медики также ждали, когда будут изучать то, что им пригодится в профессии, например, анатомию, но не понимая, что пропускают самое важное и нужное биохимию. Потому нам нужны вообще не белки с точки зрения логики биохимии, а нужны именно аминокислоты, если мы вообще говорим о белках. Здоровый кишечник, конечно же, вслед за желудком тоже разбирает, доразбирает сложные соединения до простых, то есть белки до аминокислот. И все бы было хорошо, ведь раньше люди не были так больны в таком возрасте, как теперь, даже на не совсем разумном и адекватном питании. Но теперь вид кишечник нездоров почти у всех, потому-то по ТВ такие прелестные рекламы про мезим показывают по многу раз в день, который так незаменим, и про кишечник, который все время раздражен, и про маскировочных котиков, и нет им числа. А теперь для умников, для спорщиков, для защитников своих любимых котлет вопрос. Все эти герои роликов, что они едят? Для кого эти ролики созданы? Может быть для веганов? Так кто же не так здоров, для кого эти ролики снимают и препараты эти продают? Что это за проблемы, от которых рекомендуют данные препараты? Нет. Для всех их рекламируют, и в первую очередь для мясоедов. А откуда же у них повальные проблемы с кишечником? Вот у мясоедов, у всеедов. Да проблема на самом деле глубже, и она не только в питании сейчас кроется, хотя и в нем тоже. Но пора бы это понять, а не спорить со здравым смыслом и с жизнью. Да, если кишечник здоров, с полноценной слизистой, с нормальной крепкой кишечной микрофлорой, то проблем на любом питании будет меньше, чем у веганов с дисбактериозом и синдромом раздраженного кишечника. А какое здоровье было бы у веганов, и тем более сыроедов, если бы их ЖКТ были здоровыми? Но сейчас таких людей со здоровым кишечником мало, на любом типе питания мало. Потому теперь каждый положительно влияющий на здоровье нюанс, фактор в здоровом образе жизни так важен, жизненно важен. Конечно, пагубный фактор это поедание так называемых животных продуктов питания из-за их высокомолекулярных белков, то есть антигенов. А низкомолекулярные растительные белки в ЖКТ всегда разберутся просто до аминокислот, которые всасываются через стенки тонкого кишечника в кровь и пойдут во все клетки всех тканей организма для их нужд. А вот высокомолекулярные белки даже в здоровом кишечнике разбираются не все до отдельных аминокислот. И сил наших ферментов, их количество для этого недостаточно. И только потому люди в некоторых регионах планеты раньше жили довольно-таки долго и до поры до времени без серьезных заболеваний, что на эти группы людей воздействовали защитные или компенсаторные факторы среды обитания. Защитные силы их здорового организма, доставшегося им от рода, то есть от предков, от родителей, пока еще не изгаженного алкоголя и другими ядами, к которым их потом приучили через пропаганду посредством кинематографа. А эти положительные факторы и сильная генетика, чистый воздух и вода, физико-химические свойства воды, близкие к клеточной, отсутствие в пище химикатов, промышленности, пластика, ПВХ, отравляющих стройматериалов, отравленной еды, воды, антибиотиков, биоцидов, а потому здоровая крепкая иммунная система и слизистая их желудка и кишечника, как естественный барьер на пути инфекции и высокомолекулярных чужеродных белков. И не только эти вредные факторы отсутствовали у долгожителей прошлого, но были еще и другие факторы, такие как отсутствие стрессов, отсутствие электромагнитного смога, вайфай, микроволновых, сотовых и прочих явных и однозначных факторов пагубного воздействия на организм. Об этом я говорил еще много лет назад в своем видео «Девять причин болезни». Кто не смотрел, посмотрите, не поленитесь. Да, но это раньше такого не было. Теперь извините, больше не надо иллюзий, фантазии, самобмана относительно примеров своих бабушек и дедушек, проживших 90-100 и более лет, евших и пивших якобы все подряд. Кто такой мне сейчас в качестве якобы контраргумента и как бы доказательства моей неправоты в чем-то и в оправдании своего мясоедения напишет «Вот так вот запросто, безапелляционно, глупо, бездоказательно, в качестве протеста, тому будет бан сразу и без пояснений. Просто надоело уже». Вы, подобные говоруны, столько не проживете, успокойтесь, так как на вас действуют десятки и сотни мощнейших и объективных факторов, убивающих вас, которые не действовали на ваших бабушек и дедушек. И что самое страшное действует сейчас на вашу генетику, тем более в связи с применением в мировом сельском хозяйстве и промышленности ГМО и трансгенных организмов и применяемой страшной химией. Но вы можете все же для своего потомства продлить жизнь, и то для второго, третьего и далее поколений, если многое в своей жизни, жизни своей семьи измените. И об этом я постоянно говорю, поясняю, разжевываю в своих лекциях, но и вам самим для себя даже в наше время продлить жизнь возможно. И можно сделать ее более качественной и долго не иметь болезней. А для этого нужно, как минимум, убрать из своей жизни по максимуму вредные факторы воздействия на организм, напитать его жизненно важными и дефицитными элементами питания, витаминами, микроэлементами, жирными кислотами, фитонцидами и прочими, сдавать периодически хотя бы анализы крови, а лучше еще и по волосам и ногтям. И вносить изменения в рацион своего питания на основе этих анализов, чтобы не иметь дефицитных состояний. И, конечно же, лечить хронические болезни, если они у вас есть. А начать всем необходимо обязательно с антипаразитарных программ и проводить их два раза в год, просто по умолчанию, по причинам, указанным мною в лекции, гриб, лисичка и паразиты. Необходимо менять свой биом кишечника на симбиотический, убрав из питания неестественные продукты и их заменители. И перейти на видовое питание, или хотя бы близкое к нему, с преобладанием живого растительного и обязательно с нужными для нас биодобавками в элементах, которых у вас недостаток. Больше есть овощи и зелень, пить свежие овощные соки и водородную воду с отрицательным ОВП, есть грибы. И то, что я указываю в своей лекции кетопитания и в лекции дисбактериоз кишечника, это выход, реальный выход. Так вот, в результате того, что дырявый кишечник позволяет пропускать то, что не должно проходить в организм, то есть всасывается из кишечника в кровь без нейтрализации видоизменения, а именно чужеродные, недоразобранные белки. Иммунная система начинает атаковать эти антигены. Эти высокомолекулярные, чужеродные для нашего организма белки, попавшие в кровь и в ткани, и эта борьба уносит силы, энергию, строительный материал, ресурсы организма, то есть в потенциале сокращает жизнь человека. И тут даже веганы уязвимы, несмотря на то, что они не едят вредные высокомолекулярные белки, то есть мясо, и мало кто об этом из веганов думает, к сожалению, мало кто разбирается, размышляет и хочет знать. А после ухудшения состояния здоровья, после многих месяцев и лет дисбактериозов, слабости, ухудшения памяти и работоспособности, многочисленных и не к месту проводимых разнообразных чисток, получают сильные дефицитные состояния и переходят опять на всеедение, мясоедение, вводят различные биодобавки, а некоторые начинают при этом винить в прежних своих проблемах не себя, а именно веганство и сыроедение, то есть естественное и видовое питание человека. А ведь виной их проблем было не веганство и не сыроедение. Во многом, помимо своих явных, объективных ошибок, проблемами этих людей явились химия, химия в быту и в среде обитания, дырявый кишечник и, конечно же, белки лектины. На них ведь тоже идет иммунный ответ, они тоже провоцирующие агенты, и если такие провокации идут ежедневно, значит, рано или поздно иммунная система переключается на уничтожение не только самих попавших в кровь и ткани агентов-антигенов, но и на похожие на них по структуре, по аминокислотному составу, то есть по похожему полосковому коду клетки нашего организма. И вот таким образом, и именно так возникает то или иное аутоиммунное заболевание, когда иммунные клетки нашего организма уничтожают другие родные клетки нашего же организма, то есть тех или иных органов и тканей. Ну тут уж кому как повезет, или как говорят заядлые игроки, как фишка ляжет. Вот такая атака иммунной системы есть следствие неверной идентификации, которая вызывается молекулярной мимикрией, то есть похожестью наших белков с чужеродными нам белками, попавшими в наш организм, в том числе с пищей, например с лектинами. А они уничтожают ацербирующий слой кишечника, потому и существует очень много аутоиммунных заболеваний, именно кишечника, который стоит на одном из первых рубежей защиты нашего организма. Эти изменения с проницаемостью кишечника происходят не в раз, а часто довольно долго, годами, и пагубные эффекты тоже нарастают постепенно, пока чаша весов не переполнится в сторону болезни, пока стенка кишечника не повреждается настолько, что теряет, или частично утрачивает свои всасывающие способности. А это, как правило, уже отражается на анализе крови, тогда в ней становится больше белков, что на практике означает иногда то, что чем бы и как бы не питался человек, он остается худым. Тогда это или паразиты, или с синдром дырявого кишечника, или и то, и другое вместе, тогда одно другое усиливает, и состояние здоровья резко ухудшается. Вот тогда со временем происходит быстрое старение и кожи, и внутренних органов, но пока человек жив, до определенного разумного предела, конечно же, этот вред, ущерб обратим. То есть всего лишь убрав лектины из пищи, и убрав высокомолекулярные животные белки, кто их ел, конечно же, убрав химию из еды и быта, в идеале мы можем поправить свое здоровье, естественно, учитывая и иные болезни, и состояние организма в данное время. Я не буду говорить про совсем идеальные, правильные условия, такие как жизнь и труд на природе, на земле, питание только органическими, и с высокой концентрацией полезных веществ продуктами. Сейчас не об этом речь, а хотя бы о самом малом, и о возможном для каждого человека. Напоминаю, болезни кишечника есть у всех. Если у вас есть и другие вторичные болезни, такие как аутоиммунные, опухоли различной природы, локализации и тому подобное, то в любом случае, в первую очередь, или параллельно с решением других проблем, нужно лечить, восстанавливать кишечник, как основу основ здоровья. Помните и не забывайте, что в результате синдрома дырявого кишечника возникают дефицитные состояния по многим минералам, витаминам и другим жизненно важным элементам питания. А как лектины, а потом бактерии, проходят через стенку кишечника в кровь? Как вы уже знаете, в норме все компоненты, съеденные вами пищей, должны проходить из кишечника в кровь отдельными элементами. То есть белки в виде аминокислот, жиры в виде жирных кислот, углеводов в виде моносахаридов, то есть глюкозы и фруктозы. Клетки слизистой тонкого кишечника как бы откусывают, пропускают эти отдельные элементы через свои клетки и передают в воротные вены кровеносной системы и лимфатические сосуды лимфатической системы, находящиеся с обратной стороны кишечника. Таким образом пропускаются только маленькие молекулы, большие остаются внутри слизистой. Белки лектины почти все это большие, крупные молекулы. Но благодаря трем причинам лектины и липополисахариды могут проникать через защитный барьер клеток кишечника. Вот эти три причины. Первая. Употребление высокомолекулярных, то есть животных белков и лектинов, начиная с детства. Вторая причина. Это методы выращивания еды, то есть новые сорта и гибриды с новыми неизвестными нашей иммунной системе и нашему кишечнику лектинами. То есть уже нет вот этого приспособления исторического к данным лектинам. Третья причина. Употребление антибиотиков, нестероидных противовоспалительных средств и так далее. К тому же сами лектины способны ослабить плотные контакты между клетками слизистой кишечника. И через эти отверстия, поры и проникают любые крупные белки и инфекции. Мои постоянные зрители с хорошей памятью должны вспомнить еще один механизм, который я описывал в своей третьей статье о молоке. Как с раннего детства родители нарушают эту защиту своих детей, открывая и расширяя вот эти самые поры, растягивая их, мешая тем самым с возрастом полному их естественному смыканию. Вот откуда ноги растут с самого раннего детства, когда человек нарушает естественные законы природы. Так что убивает кишечную микрофлору? Нестероидные противовоспалительные препараты, тот же ибупрофен вызывает кишечную непроходимость, тем же эффектом обладает аспирин, да-да, тот самый любимый аспирин, антибиотики и биоциды, антидепрессанты. Они повреждают слизистую кишечника, делая его проницаемым для инфекций и белков антигенов. А подавляя симбиотические организмы, вы провоцируете рост и развитие патогенных бактерий, которые питаются вареной и жареной пищей, мясом и прочими животными продуктами, трансжирами и модифицированной псевдоедой. Они переваривают все, что угодно, но на выходе это токсичные продукты их метаболизма, которые травят их хозяина, то есть нас с вами, тех, кто эту пищу ест. В экологии, кстати, такой вид отношений называется аминсализмом и антагонистическим симбиозом. Это разумное живое сообщество будет развиваться в зависимости от ваших разумных или неразумных мер и действий, то есть от вашего питания в данном случае. А у людей все больше проблем с кишечником, они еще хотят при этом на том же сыроидне оздоровиться. И это получится так просто далеко не у всех. Вот по этим выше приведенным причинам. Помните еще тот факт, что здоровье людей одной возрастной группы в наши дни гораздо хуже здоровья тех же возрастных групп людей, живших 50 и тем более 100 лет назад. Да, болезни многие. Медицина поддерживает на уровне хронических. Нынешняя медицина научилась это делать. Ну тот же диабет. И быстро человек уже не умрет. Проживет дольше, чем прожил бы без этого лечения раньше. Как от болезней и тем более эпидемии прошлого. Но вот состояние здоровья и потенциал жизни сильно уменьшился. Ту же деменцию сейчас можно поддерживать десятками лет. А как человек будет жить при этом, какой смысл в подобной жизни, вот ведь в чем вопрос. И если вы не хотите к старости треть своей жизни проводить в поликлиниках и больницах, и хотите бодрую жизнь, то прислушайтесь к моим советам. Посмотрите все мои лекции вместо поганых сериалов и ненужной дряни ПТВ, так сказать. И записывайте, выписывайте, сводите всю систему знаний. Учитывайте свои, конечно же, особенности, склонности, состояния. Поэтому введите дневники, думайте и задавайте вопросы по существу под видео. А я их постараюсь разобрать в следующих лекциях. Конечно, надо наладить качественную работу кишечника и вернуть нужные нам бактерии, наши родные симбиотические, чтобы они могли синтезировать нужные нам питательные вещества и подавить патогенные бактерии и грибки. Да, пробиотики, пребиотики, ферментированные продукты, это хорошо и верно. Но это не выход в отдаленной перспективе. А вот как заселить и чтобы они прижились, вот эти симбиотические бактерии? Какие именно бактерии? Вот в чем вопрос. А тем более после лечения каких-либо болезней химии различной или для устранения дисбактериоза. То есть как восстановить родной колобиум организма? Вот главная задача. Я мог бы не говорить об этом сейчас, что скажу далее. Разумным и порядочным людям все и так понятно. Их несомненное и подавляющее большинство у меня на канале. Тем не менее, не могу не сказать и обращаюсь к неадекватам. Чтобы не заниматься лишним удалением с канала нападающих идиотов, которые сразу найдутся и напишут, мол, вот, смотрел ваше видео до этого момента, а как реклама началась, выключил. Или все ясно, реклама, все значит фигня. То есть для них, если реклама, любая реклама, значит это неправда и значит все до этого момента, вся информация. Ложно. Именно так и думают идиоты с ущербной, больной психикой. Ну, для них логика незнакома. Они не думают вовсе. Только больные фантазии, эмоции и отсутствие здравого смысла у таких индивидуумов. Сходите в магазины, где вы что-то покупаете для еды, во что одеваетесь и так далее. И предъявляйте им претензии. А также предъявляйте претензии тем, кто эти и любые другие продукты и товары рекламирует по телевидению, между любимыми сериалами, ток-шоу и чем-то еще, тысячи реклам. Вот пишите им, предъявляйте претензии. Напишите лозунги, приезжайте в Москву, кто не москвич, станьте у Останкина и протестуйте и так далее. Так вот можете, не писать мне, обращаюсь к таким индивидуумам, удалю вас сразу и забаню. Ну, что я, собственно, и делаю. Ну, а для разумных, но сомневающихся людей я сейчас поясню, что если есть простой выход по заселению симбиотических бактерий, если они помогут решить проблему дисбактериоза, а в острых случаях отравления за несколько часов приведут ЖКТ в порядок, если есть эффективный способ синтеза натурального В12 витамина и много иных плюсов, то я его вам должен предложить, поскольку его знаю, ну, коли знаю, и имею возможность продавать через свой интернет-магазин, почему бы этого не делать. И хорошо, что этот способ существует, и я познакомился с данной лабораторией данными учеными. И это я не считаю, а это просто факт. То есть, как и что работает. Но это не панацея от всего, сразу скажу. Панацея существует, но это комплекс мер. Нужен всегда комплекс мер. И кратко я поясню, то есть подытожу, в чем он заключается ниже в 11 пунктах. И это комплекс мер, в котором очень важной составляющей являются 4 штамма пропионовых бактерий симбиотических, которых можно у нас приобрести в сухом, живом виде в стеклянных флакончиках. Подробнейшее описание, история вопроса создания, биологии, варианты применения указаны по данным препаратам у меня на сайте надгар.ру. Непременно посмотрите, изучите этот вопрос и применяйте. Разумеется, я сделаю по данному штамму бактерий, по данному препарату отдельное видео. И может быть даже не одно. Я познакомлю вас с разработчиком данного уникального, не имеющего аналога в мире, а не только в России, продукта, который разрабатывался более 30 лет и прошел все клинические исследования и испытания. И он решает массу проблем, причем очень быстро. Можете посмотреть ссылку на патент у меня на сайте. А в совокупности с ниже описанными мною действиями результат будут у каждого. Но у тех, конечно же, кто не будет лениться, будет выполнять и применять эти комплексные меры. Ну что ж, завершаю лекцию и подведем итоги. Если бы слизистая кишечника была прочная, кишечник здоров, то и лектины не так бы сильно влияли на наше здоровье. Мало какие бы прошли наши защитные рубежи организма, по крайней мере те, что тысячами лет с пищей потребляли ваши предки в данной местности. Но в наши дни завязывайте с лектинами. Мой вам добрый совет. Они одна из причин неудач при переходе на веганство и сыроедение и катализатор всех хронических и воспалительных заболеваний у всех людей на любом типе питания. Родные нам кишечные бактерии, они не только нам переваривают все компоненты пищи, непосредственно участвуя в пищеварении, не только продуцируют важные питательные вещества, в том числе аминокислоты и витамины, но они являются главными нашими защитниками. Они образуют с нами симбиотические, то есть взаимовыгодные связи. Они обитают не только в кишечнике, но и на коже и участвуют в регенерации ткани, особенно при возникновении ран и при подавлении воспалений на коже. И потому учтите еще и этот вредный фактор постоянного мытья лица и тела хлорированной водой, да и вообще постоянного мытья. Вы же смываете защитных бактерий с кожи в том числе. Да, а тем более мытья с химическими мылами, шампунями, с чисткой полости рта, зубными пастами, с отравляющими в ней веществами. По зубам, кстати, у меня есть информация, было видео про здоровые зубы и полость рта, обязательно посмотрите. А про кожу отдельного, про защиту кожи видео не было. Было про грибковые поражения кожи, но я сделаю про защиту кожи и гигиену кожных покровов обязательно отдельное видео. А пока перейдите на мыла и шампуни хотя бы без синтетики. Если хотите, делайте такие мыла и моющие средства сами. Ну или можете приобрести у нас. В наших мылах нет даже глицерина, а только натуральные масла и эфиры. Ссылка будет под этим видео. Итак, подведем итог. Чтобы убрать синдром Дерявого или раздраженного кишечника, устранить дисбактериозы и победить аутоиммунные заболевания, а без этого их не победить, имейте это в виду, и когда пишут мне под лекциями часто, например, про сахарный диабет, это не лечится, все это фигня. Конечно, это не лечится, если вы не измените кардинально питание и другие факторы. Конечно, вы не вылечите, если будете делать только то, что вам советуют доктора, потому что они не учитывают эти важные факторы. Так вот, 11 пунктов. Первые 10 относятся ко всем, а последние 11 только к тем, у кого есть аутоиммунные заболевания. Итак, начинаю. Первый. Не пользуйтесь бескрайней нужды антибиотиками, противовоспалительными средствами и так далее. Второе. Уберите из своей жизни вредную пищу, вредные факторы, среды обитания по максимуму. Третий пункт. Необходимо пройти антипаразитарную программу, а питание меняйте параллельно. Четвертое. Уберите из своего питания веган вы или мясоед вредные белки, лектины. Пятое. Сделайте анализы крови и прочие нужные вам обследования по здоровью, чтобы установить диагнозы и понять состояние. Шестое. Посмотрите все те лекции, которые я вам сейчас в этом видео советовал. Ссылки будут в описании. Седьмое. Заселите родные симбиотические нам бактерии и вита. Хорошо, что это возможно сделать. Восьмое. Напитайте свой организм жизненно важными и дефицитными элементами пищи. Девятое. Пройдите правильное лечебное голодание и очищение организма. Ждите эту мою лекцию. Скоро она будет. Десятое. И переходите уже со знанием дела на адекватное, человеческое, разумное и полноценное питание. Одиннадцатый пункт. Если аутоиммунные заболевания у вас есть, то плюс использовать грибные препараты. Методики, которые я даю в своих лекциях. Либо запишитесь на индивидуальную консультацию. Ссылка на нее будет также в описании под данным видео. Ну что ж, дорогие друзья, следующее видео будет про голодание и очищение организма. Всего вам хорошего. До новых встреч, до новых видео. А вы, если сочтете нужным, подписывайтесь на мой канал и обязательно ставьте колокольчик, чтобы не забыть увидеть уведомления о моих новых видео и посмотреть их, когда вам придет на вашу почту уведомление о выходе моего того или иного нового видео. До свидания.